Добрый день! Я Анна Петровна Минковская, преподаватель русского языка и литературы. Сегодня проведу с вами урок по теме орфография. Как известно, орфография – это раздел языкознания, в котором изучаются правила правописания, другими словами – правописание. На сегодняшнем занятии мы с вами разберем орфограммы корня. Тема сегодняшнего занятия – орфография. Орфография – раздел языкознания, в котором изучается правописание. Сегодня мы разберем тему орфограммы корня. Что же такое орфограмма? Некоторые думают, что это правило. На самом деле орфограмма – это буква, гласная или согласная, при написании которой нужно применить правило. Орфографический разбор. Рассмотрим алгоритм его выполнения. Как нужно рассуждать, чтобы правильно применить правило? Первое. Нужно поставить ударение. Затем найти орфограмму, то есть букву, при написании которой нужно применить правило. Затем указать морфему, в которой орфограмма, так как если орфограмма в приставке или в корне, то она одинакова для всех частей речи. Но если орфограмма в суффиксе, в окончании, то тогда необходимо определить часть речи. А затем уже применить правило. На примере слова «прикасаешься» показан орфографический разбор слова. То есть как нужно рассуждать для того, чтобы объяснить правописание. Ну и, соответственно, грамотно написать слово. Это подробный разбор. Естественно, один раз его чётко, если разобрать, можно быстро потом применять и писать грамотно. Рассмотрим орфограммы «согласные». Это сомнительные согласные, непроизносимые согласные и непроверяемые согласные. Чтобы не ошибиться в написании сомнительной и непроизносимой согласной, надо подобрать такое родственное слово, в котором это согласное стоит перед гласной или непарными согласными R, L, M, N. Например, приставка глухая «к» оглушает «в», поэтому «приставить» ставим перед гласную. Низкий – низок, пробка – пробочка, местное – место, надкосница – кость. То есть здесь непроизносимая согласная. Опасный – опасен. Непроверяемые согласные. Если проверочное слово нельзя подобрать, написание звонкой или глухой согласной устанавливается по арфографическому словарю. Например, «чувствовать прецедент группа». Разберем орфограммы гласные. Это буквы И, У, А после шипящих. Правило звучит так. После шипящих в русских словах вместо И, Ю, Я пишется И, У, А. Жизнь, чудо, щелей – исключение по-прежнему брошюра, жюри, прошут. Эти слова пишутся с буквой Ю. Буквы Е, О после шипящих и С. В кормях слов после шипящих под ударением произносится О, а пишется ЙО, если О чередуется с Е в родственных словах. Чёрт – черти, шёпот – шептать. В тех словах, где такого чередования нет, под ударением пишется О, шов, шорник, шорох, существительные ожог и поджог. Они пишутся с буквой О. В некоторых иноязычных словах в безударном положении пишется О, шоколад, шофёр, жонглёр, шокей, шоссе, шовинизм. Буквы И, И после С. В кормях слов после С пишется буква Й. Например, цирк, циферблат, исключение, цыган, на цыпочках, цыплёнок, цыз, цыкнуть. Рассмотрим орфограмму. Безударное гласное в корне слова проверяемое ударением. Чтобы не ошибиться в написании безударное гласное в корне слова, необходимо сначала выяснить лексическое значение слова, так как корни с различным лексическим значением могут быть применимы к разным орфограммам. Дальше. Определить, проверяется ли безударное гласное ударение или она непроверяемая, и не является ли она чередующей. А затем выбрать способ проверки гласной в корне. Если безударное гласное в корне проверяемое ударением, нужно подобрать такое однокоренное слово, чтобы гласное оказалось под ударением. Например, удивительный – диво, очаровательный – чары. Нельзя проверять глаголами несовершенного вида на «ывать-ивать». Опоздать – поздно, но не опаздывать. Проглотить – глотка, но не проглатывать. Рассмотрим орфограмму чередования гласных в корне Е-И. И подробно остановимся на этой орфограмме. Дело в том, что очень часто учащиеся путают чередующуюся гласную с гласной безударной непроверяемой ударением. Или проверяемое ударением. Поэтому нужно запомнить корни с чередующимися гласными и обязательно уточнить лексическое значение. Так, например, корень – такой «кас», «кос». Если взять слово с безударной гласной, то это будет «коса», «косичка», «косой». Здесь, конечно, надо проверять ударением. «косы», «коса» посмотрел. И только корень со значением «касания» будет чередующимся. В данном случае мы рассмотрим чередование гласных в корне Е-И, так как в русском языке всегда спор между Е-И и гласными А и О. в корне БЕР-БИР, ТЕР-ДИР, МЕР-МИР, ПЕР-ПИР, ТЕР-ТИР, БЛЕСТ-БЛИСТ, СТЕЛ-СТИЛ, ЖЕК-ЖИК, ЧЕР-ЧИК. Советую запоминать их в словах. Так будет легче выяснить лексическое значение. В корне пишется буква И, если после корня стоит суффикс А. Разберу – разбирать, придерется – придираться, Замереть – замирать, отпереть – впирать, Оттереть – оттирать, заблестеть – заблистать, Растелить – растелать, зажечь – зажигать, Вычиты – вычитать. Исключение составляет два слова. Сочетать и сочетание. Чередование О, А зависят от некоторых факторов. Первое. Зависящие от последующей буквы. Корни. ЛОЖ, ЛАК, КОС, КАС, РАСТ, РАШ, РОС, ИСКАК, СКОЧ. Обратите внимание на таблицу. Например, корень ЛОЖ, ЛАК имеет два объяснения. С одной стороны, наличие суффикса А дает право написать в корне букву А, а его отсутствие, естественно, О. Но и второе объяснение. Перед Ж пишется О, перед Г – А. Предложить, предлагать, прилагательное, положить. Исключение слова полок. В корнях КОС, КАС, А пишется, если после корня есть суффикс А. Прикасаться, прикоснуться. И ни в коем случае этот корень не путать с другим. РАСТ, РАШ, РОС. Правило звучит просто. Перед СТ и Щ пишем А, перед СО. Например, при РАСТИ, ПЕРЕРОСЛА, ВЫРОЩЕННЫЙ. ИСКЛЮЧЕНИЕ. РОСТОК, РОСТОВ, РОСТИСЛАВ, РОСТОВЩИК, ОТРАСЛЬ. Обратите внимание, что запомнить легче слово ОТРАСЛЬ. Оно одной из всех исключений пишется с буквой А. Остальные с буквой О. КОНЕСЬ КАК СКОЧ. Перед К пишем букву А, перед Ч – О. ЗАСКАЧИТЬ, ПРИСКАКАТЬ. ИСКЛЮЧЕНИЕ составляют два слова. СКАЧОК, СКАЧУ. Зависят от ударения. Следующие корни с чередующимися гласами. ГОР, ГАР. КЛОН, КЛАН. ТВОР, ТВАР. ЗОР, ЗАР. Поскольку гласное под ударением в русском языке в сильной позиции, то под ударением пишем то, что слышим. По фонетическому принципу. Поэтому в корнях ГОР, ГАР, КЛОН, КЛАН, ФОР, ТВАР и ЗОР, ЗАР по ударению пишем то, что слышим. Без ударения пишется только О. И только корень ЗОР, БЕЗ УДАР, БЕЗ УДАРЕНИЯ ИМЕЕТ ГЛАСНОЮ А. Приведём примеры. Например, ЗАГАР, КЛАНЯТЬСЯ, ПОКЛОН, ПОД УДАРЕНИЕМ, ТВОРЧЕСТВО, ТВАРЬ БОЖЬЯ, ЗОРЬКА, ЗАРЕВО, ОЗАРЕНИЕ И БЕЗУДАРЕНИЯ. Например, ЗАГАРАТЬ, СКЛАНЕНИЯ, СОТВОРЕНИЯ МИРА, ЗАРЕВО, БЕЗУДАРЕНИЯ, ОЗАРЕНИЯ, ПОЛУЧАЕТСЯ БЕЗУДАРЕНИЯ. А вот ЗОРЬКА ПОД УДАРЕНИЕМ, ЕСТЕСНО, ПИШЕТСЯ О, И ЗАРЕВО ТОЖЕ ПОД УДАРЕНИЕМ А. То есть корень ЗОРЗАРЕНИМ, ИЗАПОННИТЬ, ЧТО ЕДИНСТВЕННЫЙ, КОТОРОМ, ИЗ ГРУППЫ КОРНЕЙ ПИШЕТСЯ ГЛАСНЫЙ А. ИСКЛЮЧЕНИЕ. ВЫГОРКИ, УТВАРЬ, ЗОРЕВАТЬ. ЗАПОНИТЕ ИХ. Корни МОК, МАК и РОВН, РАВН, ЗАВИСЯТ ОТ ЗНАЧЕНИЯ. МОК ПИШЕТСЯ В СЛОВАХ СО ЗНАЧЕНИЕМ ПРОПУСКАТЬ ЖИДКОСТЬ, СТАНОВИТЬСЯ МОКРЫМ. НАПРИМЕР, ПРОМОЧИТЬ НОГИ, ОБМАКНУТЬ КИСТЬ В КРАСКУ. А МАК ОБОЗНАЧАЕТ ОПУСКАТЬ ЖИДКОСТЬ, ПОГРУЖАТЬ. ЭТОТ КОРЕНЬ ЛЕГКО ЗАПОМНИТЬ, ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ, ЧТО ВЫ ПРОМОЧИЛИ НОГИ, ПОПАЛИ ПОД ДОЖДЬ, ВЫ ПРОМОКЛИ, ВАМ НЕПРИЯТНО. ПОЭТОМУ МОК ВЕС ПИШЕТСЯ С БУКВОЙ О. Но если вы берете печенечко и погружаете во вкусный чай, то тогда, вкусив, вы получите удовольствие. И наслаждаясь живописью, обмакивая кисть в краску, вы тоже получите удовольствие. И тогда будем писать А. В корнях РОВН, РАВН, РОВН пишется в словах со значением РОВНЫЙ, ГЛАДКИЙ, ПРЯМОЙ. То есть ГОРИЗОНТАЛЬ. Утрамбовать, уравнять, сделать гладким прямым. Заравнять поверхность, например. Выровненный асфальт. А буква А в этом корне пишется со значением РАВНЫЙ, ОДИНАКОВЫЙ. Приравнять величины, например, сделать их равными. РАВНОБЕДРЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК С РАВНЫМИ СТОРОНАМИ. ИСКЛЮЧЕНИЕ РАВНИНА, РАВНЯЙСЯ. Запомните, в корнях ПЛАВ ПЛОВ, БУКВА О пишется только в словах ПЛОВЕЦ и ПЛОВЧИХА. ПЛАВАНИЕ, ПОПЛАВОК, ПЛАВУЧЕСТЬ. В остальных случаях пишем А. ИСКЛЮЧЕНИЕ СЛОВА ПЛЫВУНЫЙ. В некоторых корнях чередуются АЯ с ИНИМ. И здесь пишется И, если после корня стоит суффикс А. Например, начать, начинать, занять, занимать, понять, понимать. Поупражняться в применении этих правил вы можете, взяв упражнение в любом справочнике, и попытаться себя проверить, сможете ли вы записать корны с чередованием, безударные гласные в корне слова, проверяемые и непроверяемые, гласные после С, после шипящих, без ошибок. Я желаю вам успеха в орфограммах в корне.